После прошлого видео о самых быстрых машинах, вы оставили много комментариев по типу Почему в этом топе нет той или иной машины? Ребят, машин огромное количество, с каждым месяцем анонсируют все новые и новые гиперкары Поэтому не всегда удается успевать за актуальной информацией, которой к тому же в сети очень мало В этом видео вы увидите 10 самых быстрых машин на 2020-2021 год Но стоит подметить, что этот список формировался исходя не из официальных скоростных заездов А опираясь на прогнозы специалистов тех или иных компаний Ведь большинство машин из списка еще находятся в стадии создания или разработки Поэтому в будущем их характеристики возможно будут отличаться Итак, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал Приятного просмотра! Lotus Evija Имя британской компании Lotus периодически появляется в автомобильной прессе Поскольку специалисты Lotus помогают сторонним производителям в доводке новых моделей В особенности по части шасси и управляемости Однако новых машин от самого Lotus мир не видел уже более 10 лет Последней новинкой была Evora, представленная еще в 2008 году Теперь компания наконец-то выпустила очередную модель Evija Она не похожа на предшественниц ни визуально, ни технически В основе автомобиля лежит углепластик Общая масса суперкара составляет 1680 кг В Lotus Evija применено 4 электромотора по одному на каждое колесо Суммарная мощность 2000 лошадиных сил Производитель называет свою модель самым мощным серийным автомобилем на планете На ускорение до 100 км машина тратит менее 3 секунд Более того, менее 9 секунд уходит на разгон до 300 км в час Максималка более 320 км Батарея установлена в центральном тоннеле Она находится позади пассажирского отсека, а ее крышка видна в заднее стекло Таким расположением производителю удалось добиться оптимального распределения веса Технические характеристики дают понять, что Lotus Evija не будет иметь ничего общего с прошлыми моделями британского бренда Новинка будет стоить от 1,5 млн евро Планируется произвести 130 экземпляров Сборка должна была начаться в 2020 году Mercedes-AMG One На моторшоу в Париже дебютировала серийная модификация гибридного гиперкара Mercedes-AMG Project One У товарного варианта пропало из названия слова Project Теперь автомобиль называется просто Mercedes-AMG One Гиперкар, который выглядит в точности как концептуальный вариант, оснастили активной аэродинамикой Он имеет открывающиеся дефлекторы на передних колесных арках И мультисоставное выдвигающееся заднее антикрыло, которое может менять свое положение и угол атаки Детальные технические характеристики гиперкара все еще не разглашаются Машина, как ожидается, получит гибридную силовую установку на базе 1,6-литрового турбомотора V6 Способного раскручиваться до 11 тысяч оборотов в минуту Суммарная отдача двигателя составила более 1000 лошадиных сил С нуля до 200 км в час Mercedes-AMG One сможет разгоняться примерно за 6 секунд Максимальная скорость превышает 350 км в час Всего будет выпущено 275 гиперкаров, каждый из которых, по некоторым данным, уже продан Стоимость каждого автомобиля достигает 2,3 миллиона евро Пиннинфорина Батиста Этот гиперкар получил силовую установку, состоящую из четырех электромоторов по одному на каждое колесо Совокупно они развивают впечатляющие 1900 лошадиных сил Создатели гиперкара утверждают, что купе способно ускоряться до 100 км менее чем за 2 секунды 300 км Батиста наберет меньше чем за 12 секунд А его расчетная максимальная скорость составляет более 350 км в час На одной зарядке купе должно проезжать более 400 км Оригинальный интерьер Батиста ориентирован на водителя Вокруг его кресла расставлено сразу три экрана Наиболее актуальная информация, например, скорость движения, выводится на центральный дисплей А на боковых дисплеях могут быть размещены, например, сведения о работе силовой установки или данные навигационной системы На своем стенде в Женеве Пиннинфорина показала сразу три образца Батиста Выполненных в сером, синим и белом оттенках Утверждается, что сделано это ради демонстрации возможностей персонализации гиперкара под конкретного покупателя Стоимость автомобиля еще не объявлена Но уже известно, что фирма планирует построить лишь 150 гиперкаров Производство должно было начаться в 2020 году Ария FXI На международном автосалоне в Лос-Анджелесе Компания Ария Гроуп представила общественности гибридный гиперкар FXI В конструкции которого широко используется титан и карбон Ария FXI базируется на карбоновом монококе, на которой навешаны кузовные панели, тоже из карбонового волокна Большая часть структуры кузова базируется на титановых элементах, изготовленных с помощью 3D-печати Ария предложит суперкар в двух модификациях Базовый вариант FE укомплектуют надувной V-образной восьмеркой объемом 6,2 литра и мощностью 720 л.с. В более мощном варианте V6 будут поддерживать два электромотора общей мощностью 540 л.с. и аккумуляторный блок емкостью 10 кВт Комбинированная отдача силовой установки составляет 1150 л.с. Суперкар способен разгоняться до 100 км за 2,7 секунды и до максимальной скорости 354 км в час Аспарк Аул Мощный спортивный автомобиль, впервые представленный японской компанией в 2017 году на моторшоу во Франкфурте Разработка гиперкара велась более трех лет С дебютом своего творения команда создателей заявила, что электрокар способен развивать скорость 100 км в менее чем за 2 секунды Немногим позднее разработчики выпустили видео, на котором Аспарк смог превысить заявленные ранее динамические характеристики Он достиг скорости 100 км всего за 1,9 секунды Это сравнимо с показателями, на которые претендует Tesla Roadster 2020 Поэтому Аспарк является прямым конкурентом для Теслы Как и было задумано, гиперкар имеет 4 электромотора, которые в сумме выдают 2012 лошадиных сил До 300 км в час Аспарк разгоняется за 10,6 секунды А максимальная скорость достигает невероятных для электромобиля 400 км в час В компании специально обращают внимание на то, что все проведенные динамические характеристики достигнуты на специальных дорожных шинах За стабильность на высокой скорости отвечает активное антикрыло в задней части кузова Оно поднимается по достижению высокой скорости Всего будет выпущено 50 автомобилей Стартовая цена 2,9 миллионов евро Königsegg Gemera Прежде шведская компания Königsegg была известна своими двухместными суперкарами Которые боролись за титул самых быстрых автомобилей в мире Однако ее основатель Christian von Königsegg решил продолжить развитие бренда в новом направлении В модельном ряду марки появится четырехместный автомобиль Gemera Который сможет похвастаться рекордной для подобных машин динамикой Разгон до 100 км занимает 1,9 секунды Максимальная скорость 400 км в час Такого результата удалось добиться благодаря новой гибридной силовой установке В основе которой лежит двухлитровая битурби-тройка Мотор оснащен двумя турбокомпрессорами Каждый из которых присоединен к своим выпускным клапанам цилиндров При низких нагрузках работает только одна турбина А вторая подключается по мере необходимости Электроника может гибко отключать цилиндры и переводить мотор на работу в цикле Миллера Также среди особенностей необычная система прогрева впускного коллектора Которая подает в него нагретый сжатый воздух И позволяет увеличить температуру во впускном канале на 30 градусов буквально за пару секунд Всего будет построено 350 экземпляров Официальная цена пока не объявлена Но по предварительной информации энтузиастам нужно готовить по 1,7 миллионов евро Макларен Спидтейл Компания Макларен показала свой новый супергибрид Спидтейл Самую быструю модель в истории марки Этот автомобиль приемник легендарного Макларен F1 Его мощность 1035 лошадиных сил А максимальная скорость 402 км в час Разгон до 300 км Спидтейл осуществляет всего за 12,8 секунд Обтекаемая форма автомобиля призвана обеспечить минимальное сопротивление воздуху В этих же целях дизайнеры отказались от боковых церков У Макларен Спидтейл есть только встроенные камеры, которые также можно убрать в случае необходимости Что же касается водителя, как и у Макларен F1 он сидит по центру, а сзади него могут находиться еще два пассажира Все 106 экземпляров Спидтейл уже проданы Стоимость одного автомобиля составляет около 2,2 миллионов долларов Владельцы начали получать свои автомобили в 2020 году Зингер 21С Женевский автосалон традиционно богат на эксклюзивные мелкосерийные машины И кажется, лишь благодаря им и живет Несмотря на общий упадок в выставочном деле, в этот раз в Женеве ожидалась новая волна сверхдорогих и сверхбыстрых машин Сегодня затронем лишь изюминку Дебют американского Зингер 21С, обещающий революции в автомобилестроении Обычно за подобными словами ничего не стоит Но в случае с компанией Зингер все обстоит по-другому Компания основана инновационным американским предпринимателем Кевином Зингером На базе другого его стартапа Дивергент 3D Который занимается исследованиями в области адаптивных технологий и 3D печати Я думаю, вы уже должны были уловить связь Да-да, детали машины будут напечатаны на 3D принтере Вот это новинка! До 100 км в час Зингер будет способен разогнаться за 1,9 секунды Максимальная скорость 432 км в час Кёнигсек Джеска Представленная на Женевском автосалоне купе с мотором мощностью 1600 л.с. и 6 сцеплениями Может снова уничтожить претензии Бугатти на мировое господство среди производителей гиперкаров Купе Кёнигсек Джеска, которое производитель скромно именует Мега Каром Названо в честь отца основателя фирмы И должно сменить в линейке компании сразу две модели Агера РС и Регера Оно оснащено все тем же 5-литровым V16 с двойным турбонаддувом Но мотор был основательно модернизирован К примеру, он получил новый плоский коленвал Дополнительный электрический компрессор, работающий на низких оборотах И специально разработанную систему впрыска Теперь на обычном бензине двигатель способен развивать 1280 л.с. А если залить в бак биотопливо Е85 Отдача мотора вырастет до впечатляющих 1600 л.с. Динамические характеристики Кёнигсек Джеска пока не называются Однако, по слухам, именно с этим Мегакаром Шведы предпримут очередную атаку на мировой рекорд скорости среди серийных автомобилей Предположительно, одна из запланированных модификаций Джеска Сможет разогнаться до 483 км в час При этом, несмотря на цену в 3 миллиона долларов Тираж Джеска будет вполне осязаемым До 125 автомобилей Devil Sixteen А вот об этой машине вы писали чаще всего Ну что ж, встречайте Проект этой машины вызвал немало скепсиса и насмешек с самого начала То есть, с показа первого макета в 2013 году Ну еще бы Двигатель В-16 мощностью 5000 л.с. И расчетная максимальная скорость 560 км в час Это чересчур даже для нашего безумного времени Проект Devil Sixteen скорее всего будет свернут Обещанный мотор мощностью более 5000 л.с. у фирмы Devil есть По крайней мере один Его построила специализированная компания Стив Моррис По словам главы фирмы Стива Морриса, он сделал только сам мотор Его компоновка в автомобиле, радиаторы, навесное оборудование и прочие мелочи в заказ не входили А Паоло Гарелло, бывший участник проекта Devil Sixteen, утверждает Что система охлаждения у гиперкара так и не появилась К тому же, по словам Паоло, у машины огромные проблемы с аэродинамикой По сути, она представляет собой огромное крыло, готовое взлететь на высокой скорости Гарелло утверждает, что современным гоночным инженерам не под силу довести аэродинамику этого купе до ума Дело в том, что поставить на машину максимально мощный мотор, это лишь начало А вот довести машину с этим мотором до пригодного состояния, это уже совсем другое дело Да, у компании есть супер мощный двигатель, что просто порвет все скоростные рекорды Но пока что нет технологий, которые смогут контролировать эту скорость Нет аэродинамики, которая обеспечит безопасность для водителя и машины В истории уже хватает примеров, когда машины на огромной скорости попросту теряли землю под колесами и улетали вверх После чего, последствия были трагичны Вот такой в этот раз у нас получился ролик Как обычно, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал Пока! Субтитры сделал DimaTorzok